к когнитивным нарушениям у детей, к той проблеме, которая зачастую недооценивается, а у детей этого делать критически нельзя. Это может привести к самым печальным последствиям, но обо всем по порядку сейчас расскажем. В первую очередь необходимо понять, что такое когнитивные нарушения, какое место они занимают в структуре неврологических осложнений, кардиохирургических операций в принципе. Для этого можно обратиться к таким наиболее значимым рекомендациям, рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, кардиологического колледжа, Американской ассоциации инсультов, которые представлены на слайде. Они говорят нам о следующем. О том, что неврологические осложнения, извиняюсь, опечатка на слайде, неврологические осложнения кардиохирургических операций делятся на два значимых типа. Первый тип это инсульты, приходящие шимические атаки и фатальные церебральные нарушения. То есть это те неврологические нарушения, которые имеют нередко достаточно неврологический дефицит, которые достаточно легко диагностируются, потому что имеют яркую клиническую картину, и которые несут достаточно значимое поражение для здоровья пациента. Второй тип – это диффузные повреждения, сопровождающиеся кратковременной дезориентацией или снижением интеллекта и памяти, часто требующих специальных методов диагностики. И вот они нас интересуют, потому что это и есть те самые когнитивные нарушения после кардиохирургических операций, которые нам нужны. Почему они нас интересуют? В основном крупных таких причин две. Две. Первое – то, что они представляют собой очень большие сложности в диагностике. Если, как я уже сказал, нарушения первого типа выявляются достаточно легко благодаря значимой клинической картине, то когнитивные нарушения, которые представляют собой чаще всего либо послеоперационную когнитивную дисфункцию, либо послеоперационной дельей, они всегда представляют собой сложности в диагностике по причине того, что им всегда необходимы специальные тесты, либо шкалы. Ведь послеоперационная когнитивная дисфункция по определению своему представляет снижение показателей нейропсихологического тестирования от дооперационного уровня не менее чем на 10%. Иначе говоря, если мы видим пациента, подозреваем у него послеоперационную когнитивную дисфункцию, мы не можем сказать, она это или все-таки нет, если мы не знаем его дооперационного уровня результатов его тестирования. Послеоперационным делилием все обстоит несколько проще, потому что мы можем его выявлять, не зная изначального когнитивного статуса пациента, только используя специальные шкалы. Однако с ним возникают определенные трудности как у взрослых пациентов, так и у детей. У взрослых сложность в том, что 75% делилия, как мы знаем, у взрослых проходит в гипоактивной форме, и зачастую врач просто может не подозревать о том, что пациент имеется послеоперационной делилией. У детей очень часто в послеоперационном периоде, как всем детским анестезиологам это знакомо, выражена ажитация, возбуждение, психомоторное возбуждение, тревожность. Поэтому зачастую это воспринимается просто как некий тип поведения ребенка и никак не дифференцируется с тем, делили ли это или нет. Для этого, конечно же, нужны специальные шкалы. И второе, почему нам и так интересны когнитивные нарушения, особенно в детской популяции, это сложности с долговременными исходами. Потому что мы никогда не можем предсказать, как когнитивные нарушения отразятся через неделю, через месяц, через год у пациента. Если у взрослого пациента мы можем предсказать, что его когнитивные способности просто на какое-то количество, ну, допустим, процентов снизятся, и на этом все, то у ребенка предсказать все гораздо сложнее. Потому что, да, бытует такое мнение, ошибочное, к сожалению, что детский мозг, он пластичен, и в каком бы ни было возрасте, абсолютно в младшем возрасте, любые повреждения он способен компенсировать своим развитием, и потом эти когнитивные нарушения у него не остаются. К сожалению, это не так. И как раз-таки из-за его пластичности, постоянного построения связи между нейронами, образования этих связей, образование когнитивной способности ребенка может нарушаться. И в дальнейшем такие когнитивные нарушения могут не просто оставаться, они могут даже усиливаться, в связи с чем у ребенка могут оставаться либо на несколько лет, либо даже пожизненные нарушения когнитивной сферы, проблемы с обучаемостью, с успеваемостью в школе, проблемы с освоением каких-то навыков, если это маленькие дети, с освоением каких-то новых рефлексов. В связи с этим мы видим, что проблема для детей, особенно первого года жизни, предельно актуальна. Но при этом, если мы попытаемся понять, из-за чего эти когнитивные нарушения все-таки возникают, и воспользуемся самым известным, наверное, поисковиком научной информации ПАПМЕД, сделаем там такой запрос, то мы увидим в нем количество статей, приближающихся к трем словами на тысячам. О чем это говорит? О том, что проблема, во-первых, конечно же, актуальна, что, в общем-то, и понятно, это мы уже описали, а во-вторых, то, что проблема еще максимально не изучена. Выявлено очень много факторов сейчас когнитивной дисфункции, но мы многого еще о ней не знаем, и многое подлежит изучению. Поэтому позволю себе постулировать, что послеоперационных когнитивных нарушений это нужно понять, что это не анестезиологическая и даже не хирургическая ничья ошибка. Это непредсказуемый результат действия множества факторов. От нас требуется только то, что эти факторы необходимо знать и по возможности их исключать из операционного анестезиологического обеспечения ребенка. На одном слое вы видите только некоторые из этих факторов, которые позволили себе выделить, как наиболее значимые, наверное, наиболее часто встречающиеся. Сегодня к некоторым из них мы обратимся. К сожалению, регламент не позволяет нам описать каждый из этих факторов. Конечно, среди них есть модифицируемые, как, например, повышенная тревожность ребенка, которую мы можем, по-моему, еще некоторых средств описанных, которые я пишу позднее, снять у ребенка. Немодифицируемые, как, например, вид и длительность операции, которые от нас, к сожалению, никак не зависят. Но, тем не менее, мы должны максимально влиять на все эти факторы, на которые повлиять мы можем. Учитывая проблему послеоперационного делилия, в 2017 году, понимая важность этого вопроса, Европейское общество анестезиологии даже выпустило специальный гайдлайн, где описаны были максимально все разделы послеоперационного делилия, которые нам важны, как анестезиологам. Это факторы риска, способы его мониторинга, диагностики, шкалы, способы профилактики и лечения. Очень широкий раздел там уделен детям, к которым мы будем периодически обращаться в течение нашего выступления. Итак, в первую очередь нас интересуют длительность и кратность анестезии. Ну, конечно же, не секрет, что длительность операции и длительность анестезии, чем она больше, чем она более выражена влияет на когнитивные способности. Прямая зависимость всегда есть. Но наибольший риск, согласно многочисленным литературным данным, представляет длительность анестезии более трех часов. И возраст ребенка младше трех лет. К сожалению, наша кардиохирургическая специальность предполагает именно такие операции длительностью более трех часов, иногда более пяти-шести часов. И возраст зачастую, по большей части, это дети до трех лет, к сожалению. Далее, если смотреть по виду операции, конечно, хотелось бы узнать, какой тип хирургической коррекции представляет наибольшую опасность для ребенка. Наверное, в этом вопросе наибольшее внимание следует уделить с работе от 2003 года. Да, это относительно несвежее исследование, но оно наиболее подробным по данному вопросу. И были разобраны абсолютно разные типы хирургической коррекции и частота послеоперационного делирия, встречающаяся при них. Как-то ни странно, 26% пациентов у них установлен послеоперационного делирия в отариноларингологии. На втором месте офтальмология. Почему так? Сами авторы работы объяснить не смогли, к сожалению. Видимо, это подлежит еще дальнейшему исследованию. При этом админальная хирургия и травматология вышли только на четвертое, пятое место, даже несмотря на то, что объем операции в них значительно больше, чем в отариноларингологии и в офтальмологии. Но обращу ваше внимание на интересный факт. Несмотря на то, что в исследовании участвовало достаточно большое количество пациентов, в них не затронуты кардиохирургические больные. Почему так? Вероятно, по двум причинам. Первое, то, что во время кардиохирургических операций имеется максимально возможный набор патологических факторов, несущих вред головного мозгу ребенка. Поэтому учитывать их все достаточно тяжело в любом исследовании. И второй фактор, это то, что все врожденные пороки сердца в той или иной степени, начиная с рождения ребенка, влияет на церебральную оксигенацию. Конечно, есть цепитальные пороки, как эффект межпредсердной, межжелудочковой перегородки, который оказывает минимальное влияние на церебральную оксигенацию. Но ведь есть и тяжелые пороки, как тетрадо-фало, как конспозиция магистральных сосудов, которые с первых дней жизни ребенка могут нести гемодинамическую нестабильность и десатурацию, нарушение церебральной перфузии и оксигенации. И получается, будут нарушать работу его головного мозга, начиная уже с рождения. То есть, проще говоря, необходимо учитывать тот дооперационный уровень когнитивных способностей ребенка, который был, что достаточно сложно, конечно же, в любом возрасте ребенка, особенно в младшем возрасте. Но, тем не менее, такие работы имеются. Мы можем обратиться к статье, например, 2017 года «Делилия у детей после кардиохирургических вмешательств». В нем установлен уровень делилия как 49%. Казалось бы, это исследование очень крупное. Там участвовало около 300 человек, что для детской анестезиологии является крупным исследованием, на мой взгляд. Однако, у него имеется некоторая проблема. Такая же, как и у второго исследования, представленного на слайде, оно более свежее. 2018 года также исследовался «Делилия» в кардиохирургии у детей, где уровень делилия выявлен на уровне 57%. Оба этих исследования достаточно крупные, как я уже сказал. Да. Однако, располагают двумя проблемами. Первое, то, что возраст детей, взятых в исследование, был самым различным. От рождения и до 18 лет. Что, конечно же, на результаты исследований предельно влияет. Как мы уже сказали, наиболее уязвим детский мозг в возрасте до одного года. Поэтому, на мой взгляд, не очень корректно сравнивать мозг ребенка в возрасте одного месяца, одного года и, например, 17 лет. Это абсолютно разные вещи. И второе, вторым ограничением, на мой взгляд, этих исследований, обоих, стало то, что были взяты дети с оценкой по шкале РАКС от 1 до 6. Напомню, что шкала РАКС это оценка, это шкала оценки тяжести рожденного порока сердца. Проще говоря, в одно исследование были включены дети с самыми разными пороками. Это и дефект межпредсердной перегородки, это и дефект межжелудочковой перегородки, и в то же время это самые тяжелые пороки сердца, как гипоплазия левых отделов сердца, как транспозиция магистральных судов и так далее. На мой взгляд, по тем причинам, которые я уже называл. В связи с этим, с тем, что имеется явный дефицит не только в российской, но и в международной литературе данных по послепорационному делилю у кардиохирургических пациентов, мы позволили себе провести собственное исследование. К сожалению, оно получилось не настолько масштабным, конечно же, ограничено нашим потоком кардиохирургических больных. Мы протестировали 40 детей в возрасте от 7 месяцев до 2,5 лет. То есть, мы постараемся максимально сделать узким возрастной диапазон для данных детей. Опять же, чтобы исключить влияние порока сердца на изначальные когнитивные способности ребенка, мы взяли в исследование только детей с септальными пороками. Это эффект межпредсердный, эффект межвудочковой перегородки. С целью определения делилия у ребенка мы использовали коронуэльскую шкалу оценки послеоперационного делилия. Это, по данным многочисленных исследований, наиболее результативная шкала, обладающая наибольшей диагностической значимостью, наибольшей специфичностью. Поэтому ее чаще всего и рекомендуют использовать. К тому же, она удовлетворяет всем нашим требованиям. В первую очередь, тому, что позволяет исследовать детей, начиная с рождения, в нашем случае это было 7 месяцев. Все дети были протестированы в течение суток после оперативного вмешательства. Сразу предусвечу вопросы. Все дети были экстубированы, поэтому уже на первые сутки после оперативного вмешательства, через несколько часов. Поэтому это беспрепятственно позволило нам провести оценку делилия. И то, что мы установили, то, что количество детей с установленным делилием 9 человек из 40, что составляло 22,5%. Много это или мало, сложно судить. Конечно, эта цифра достаточно большая, с ней все равно нужно бороться. Но тем не менее, мы понимаем, что она не запредельная. Но, конечно же, это обусловлено той группой больных, которую мы взяли. В дальнейшем мы планируем провести исследования по различным типам упражненных пороков сердца, чтобы выявить у них уровень делилия. Я думаю, что там, в связи с их гемодиономической картиной, результаты их выявляемости у них делилия будут, конечно же, гораздо выше. Возвращаясь к оставшимся факторам послеоперационных когнитивных нарушений, повышен уровень тревожности ребенка. Он уже доказанно влияет на развитие послеоперационных когнитивных нарушений. Но вот вопрос, как его оценить? На этот вопрос нам ответ дают те самые рекомендации, которые я уже упоминал Европейское общество анестезиологов, гайдлайн. Кальдогайз использует модифицированную ельскую шкалу приоперационной оценке тревожности у ребенка. Она уже валидизирована в многочисленных исследованиях, доказана. Более того, изначально она использовалась только у детей в возрасте от 3 лет и более. Сейчас уже доказано, что она может использоваться в возрасте начиная практически с полутора лет. Что нас его представляет? Это 5 блоков с бальной рейтинговой оценкой. Сама оценка занимает не более 2-3 минут. Это просто небольшое общение врача с ребенком, которое позволяет оценить уровень тревожности. Я не буду подробно останавливаться на этой шкале. Она есть в свободном доступе, конечно же, в интернете. Однако, что нам с этим делать, если выявлен повышенный уровень тревожности? И те же самые международные рекомендации предлагают нам использовать стратегию ADVANCE. Я сейчас хочу акцентировать на ней внимание. Расшифрую я ее несколько позже. Необходимо ее запомнить. Но при ее неэффективности рекомендовано использование при медикации с медазоламом. По всем международным исследованиям сейчас пришли к тому, что медазолам это препарат с наибольшим клиническим эффектом против именно предоперационной тревожности и наименьшим количеством побочных эффектов для ребенка в связи с временем его действия, механизм его действия наиболее оптимален. Далее, неадекватная анальгезия. Это известно, конечно, каждому анестезиологу и это доказано на многочисленных исследованиях, что интероперационная боль да и предоперационная боль также это фактор развития детского делье. Сейчас существует очень большое количество средств, которые позволяют избавить ребенка от боли. Это в первую очередь различные местные гели с лидокаином, местноанестезирующие, которые позволяют обезболить место пункции. Это седация ингаляционными анестетиками. Многие другие способы, которые можно использовать, те, которые предпочтительны для конкретного анестезиолога. Какие бы вы ни использовали, но необходимо всегда избавить пациента от боли, потому что операция начинается для пациента не тогда, когда хирург проводит свой разрез, а начинается тогда, когда он поступает в операционную. И для маленького ребенка даже постановка периферического катетера представляет собой достаточно шоковое событие, которое на него влияет очень негативно. Необходимо избавить его от таких негативных впечатлений. Далее, церебральная оксигенация. Опять же, не секрет, конечно же, физиологии, патофизиологии, что оксигенация напрямую влияет на функцию нейронов, соответственно, на когнитивные способности ребенка. Ну вот вопрос, как ее контролировать, эту самую церебральную оксигенацию? Конечно, наиболее признанным, наиболее точным методом является оксиметрия в еремной вене, еремная оксиметрия. Однако, это метод технически сложно, используется чаще только в научных исследованиях. Поэтому на практических операциях чаще всего используется, конечно, церебральная оксиметрия. Более того, по данным исследованиям она прекрасно коррелирует с данными еремной оксиметрии и может свободно использоваться, в том числе у детей. Но, опять же, возникает вопрос, какие данные церебральной оксиметрии мы хотим увидеть? Всем анестезиологам известно, что у оксиметрии нет абсолютно нормативных признанных значений, нужно смотреть на предоперационный уровень и далее, насколько уровень в течение операции церебральная оксиметрия будет снижаться или повышаться? Так вот, по данным исследованиям установлено, что снижение церебральной оксиметрии менее чем на 10% до операционного уровня не приводит к когнитивным нарушениям. Наверное, предлагаю этой норме и придерживаться. Ранее были исследования о том, что до 20% снижение церебральной оксиметрии не приводит к когнитивным нарушениям, но сейчас требования уже сточились, наверное, стоит принять именно 10% как норму. Далее, в борьбе, опять же, за ту самую церебральную оксигенацию очень нередко в кардиохирургических операциях применяют трансфузию. С чем это связано? С тем, что большинство кардиохирургических операций проводится с использованием, конечно же, искусственного кровообращения. Искусственное кровообращение это всегда гемодилюция, это зачастую несоответствие объема заполнения контуры искусственного кровообращения и объема циркулирующей крови ребенка. И поэтому зачастую приходится использовать эритроцитарную массу и сверхзамороженную плазму для того, чтобы поддержать гематоклит и гемоглобин на необходимом для ребенка уровне. И, казалось бы, это ведь хорошо, учитывая, что эритроцитарная масса поднимает кислородную емкость крови, поднимается церебральная оксигенация, как это может негативно влиять на головной мозг ребенка. Но, как выясняется, может, потому что интероперационная трансфузия что собой представляет? Фактически это поступление чужеродного агента в тело пациента и, само собой, пациент реагирует на нее системным воспалительным ответом, что, в общем-то, продемонстрировано в исследовании, представленном на слайде. И, более того, доказано, что это системный воспалительный ответ инициируется интероперационно, а продолжает прогрессировать и в послеоперационном периоде. А какое отношение это имеет к головному мозгу? А такое, что системно-воспалительный ответ в головном мозге, если не вдаваться в подробности, представить это очень кратко, он реализуется там как реакция нейровоспаления и повреждения нейронов. Повреждаются астроциты, повреждаются глие, повреждаются сами нейроны, нарушается их функциональная активность вплоть до гибели нейронов, что, конечно же, в конечном итоге приводит к когнитивной дисфункции в послеоперационном периоде. Мы на эту тему также провели исследование в той же самой когорте пациентов, которую мы уже описывали, и задались вопросом, можем ли мы у такой когорты пациентов провести операцию без использования компонентов донорской крови и будет ли это безопасным, потому что, конечно же, если мы не будем заполнять контур искусственного кровообращения донорской кровью, это вызовет определенное снижение гемотокрита и гемоглобина. Конечно, это приведет к снижению кислородной емкости крови и в первую очередь нам необходимо оценить, безопасен ли такой подход. Пациенты были разделены на две группы по 20 человек. В исследуемой группе мы, отказаясь от использования компонентов донорской крови, в контрольной группе мы использовали компоненты донорской крови. С целью оценки эффективности церебального повреждения мы использовали не только клинический метод, как оценка Делилия, но использовали более объективный метод, это оценка белков, маркеров повреждения головного мозга, это наиболее признанных, наверное, в педиатрической популяции пациентов, это белок С100Б, нейроноспецифическая инолаза и глиально-фибриллярный кислый белок. Забор мы проводили в трех контрольных точках до начала операции, то есть сразу же после установки центрального венозного катетера. Второй забор производился сразу же после окончания искусственного кровообращения и далее через 16-18 часов после окончания операции. Позвольте представить наши результаты на слайде. Мы видим, что, например, для белка С100Б в первой и в третьей контрольной точке результаты не отличались, однако во второй контрольной точке в контрольной группе, где использовались компоненты донорской крови, его значение значимо было выше, чем в группе, где они не использовались. Из всего, мы можем сделать вывод, что компоненты донорской крови в трансфузии по той самой схеме, которую я уже описал, видимо, действительно вызывает систему воспалительный ответ и нейровоспаление, что приводит к повышению белка С100Б и церебрального повреждения. Подтверждается это и с помощью нейроноспецифической инолазы, в которой мы видим абсолютно ту же самую динамику с повышением концентрации этого белка в точке после искусственного коробращения, конечно, в обеих группах. Но гораздо большее значение, значимое повышение этого нейроноспецифической инолазы наблюдалось в группе с использованием компонентов донорской крови. При использовании глиальнофабиллярного кислого белка мы видим несколько иную картину. При этом в точке после окончания искусственного кровообращения также значимо больше она была в группе в контроле с использованием компонентов донорской крови. И при этом эта же тенденция сохранилась в послеоперационном периоде, где в контрольной группе она также осталась больше. Из чего суммируя все вышесказанное по белкам маркер, мы можем сделать вывод, что по-видимому все-таки конфузия компонентов донорской крови приводит к тому самому возникновению нейровоспаления и церебральному повреждению. При этом мы параллельно проводили оценку безопасности нашего подхода по бескровной перфузии и выяснилось, что по всем факторам интро- и послеоперационного периода группы были абсолютно сопоставимы. И сразу же хочется задать вопрос, если группы были сопоставимы, то зачем нам использовать трансфузию? Если при этом мы проводили оценку кислородного транспорта доставки потребления кислорода, группы были абсолютно сопоставимы. И напрашивается вывод о том, что все-таки у детей, начиная с 7 месяцев и 7-7,5 килограмм, при таких коррекциях септальных пороков сердца, все-таки, наверное, можно использовать подход по бескровной перфузии. Конечно, с условием того, что у ребенка изначально не было анемии клинически выраженной. И кроме того, как оценку клинического результата, мы исследовали в каких процентах случаях встречался делилий послеоперационный у пациентов. И получили следующие данные, что в исследуемой группе, где компоненты донорожеской крови не использовались, делилий выявлен у 10% пациентов. То есть, как в контрольной группе он выявлен у 35% пациентов. Разница видна, конечно же, она налицо, что подтверждается и коррелирует с белками, маркерами, которые я описал выше. И вместо заключения хотелось бы сказать, вернуться к той самой стратегии Адванс, которая помогает уменьшать операционную тревожность у ребенка. Я не буду останавливаться подробно на ее расшифровке, она представлена на слайде. Хочется сказать, что эта стратегия представляет собой очень хороший пример комплексного подхода к тому, что с ребенком необходимо работать не только как с пациентом, который, если волнуется, то необходимо дать ему седацию и на этом закончить с ним общение. Необходимо с ним разговаривать, выявлять его тревожность, выявлять его проблемы, более того, необходимо работать с его родителями, потому что родители это очень важный фактор в спокойствии ребенка. Необходимо научить их, как разговаривать с ребенком, как успокаивать его до операции и после операции. Конечно, в идеале, как-то пишется и в рекомендациях международных, все это проводить с участием клинического детского психолога. Я понимаю, что сейчас в практике это очень редко где используется, но на мой взгляд это то, к чему мы должны прийти, отказаться от медикаментозной седации постепенно и больше переходить на технологии, ну скажем так, психологические при работе с детьми. Я благодарю за внимание и с удовольствием отвечу на вопросы. Спасибо.